Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». 15-й том. Вопрос 2935. «Так чем же можно объяснить, что на Русь пришло христианство столь далеко от апостольского?» Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. «Только тем, что сюда пришел не апостол Павел, а князь Владимир. Один был живой, а другой мертвый. Один встречался со Христом и желал каждую душу у невестей Иисусу». 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Ибо я ревную о вас, ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу, чистую деву. А дикий воин искал себе невесту у Василийсков и угрожал всех их пленить, и если Анна не ляжет с ним в постель». 2 Коринфянам, 11 глава, 4 стих. «И если кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». 3 Предполагаю, что если бы тот момент на пути Владимира встретился апостол Павел со своей филиппийской церковью, то был бы многоженцем отвергнут и, быть может, осмеян, как не восприявший коринфские сладости. 4 Стихотворение «Не приближай, Господь, мой смертный час, и мой последний вздох не торопиты, чтобы я без очищения и защиты не отошел в путь дальний, ждущий нас. Я жив надеждою, как смертный каждый, не дав испить мне желчи, когда вас жажду. 5 Пусть не придет мой смертный час во сне, как вражие нашествия ко мне. 6 Пусть лихорадка меня хватит вдруг, моих корней не пережжет случайно. 7 И пусть безумный или другой недуг моей душой не обладеет тайна. 8 Дай искупить при жизни грех мирской, да не умру я, задремав средь ночи. 9 Пусть не сулит мне гибель и покой, пусть забытье мне смерти не порочит. 10 И пусть во время сна последний вздох навеки не прервет мое дыхание, пусть не застанет смерть меня врасплох без памяти и слова покаяния. 9 У Господи твое долготерпение спасет от отчаяния нас, твое всесилье наше озаренье, спасенье от безумия в черный час. 10 Ты от недугов наших исцеленья, воскрешенья и животворенья. 11 Ты наша вера, наше искупление, сколь многих Ты из темной бездны спас. 12 Слабых духом к жизни возвращаешь, нас из драконьей пасти вырываешь, от гибельных страстей освобождаешь, что видите рядом с праведными нас. 12 Все в мире павшие и вознесенные, в грехах погрязшие и возрожденные, тобой спасутся, ибо Ты родник, надежды и раба, и властелина. 13 Созданием не постичь, сколь Ты велик, единственный для всех нас и единый. 14 Все под Тобою, и моря, и реки, и прах пустынь, и камни всех твердынь, да будут прославляемы вовеки. Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Григорий Нарекаци. Григорий Нарекаци. Продолжение следует...